А ну вот так, хорошо. Так, все, поехали. Все, ребята, начинаем. Давайте познакомимся, моя фамилия Перюгин, зовут меня Виталий Прокофьевич. Мне предложили прочитать вам лекцию. Я специально не готовился, но у меня был трехлетней давности материал на школе молодых ученых, несмотря на физику металла. Ну вот, мы приехали к вам и поговорим сегодня немножко о достижениях и проблемах физики металла. Минут на 40-50. Почтение хватило? Так, да, сам. Ну вот, ребята, поскольку вы физики, химики, сейчас я получу переключение, все правильно. Значит, вы с измельством, мы имеем, так сказать, дело с проявлениями температуры и давления, в той или иной мере различные, ну и в той или иной мере в разном диапазоне. Ну и вот, если посмотреть, например, рукой Энрика Ферми, нарисованного когда-то в конце 40-х, начале 50-х. То есть, диаграмма вещества, материя в необычном состоянии. И вот, значит, у нас ось Абцисс, это логарифм давления, ось ординат, логарифм температуры. Вот наше обычное состояние. Здесь вот у нас земля, атомный газ, чистотон, значит, если разложить в зависимости от сильного сжатия и высокого нагрева, то получается самые различные проявления материи конденсирования. Ну вот, Энрика Ферми как-то сидел, занимался этим делом и нарисовал подобного рода диаграммы. В принципе, он оказался довольно прав, потому что последующие из теоретически экспериментальных исследований привели к тому, что наблюдения, в принципе, Роселяны, которые мы можем делать, они, значит, подтвердили в какой-то мере его правоту. Что такое давление? Давление как термодинамический параметр самостоятельный, как механическое воздействие, то есть видельная сила. И вот, смотрите, шкала давления, которая существует на Вселенной. 64 порядка. Вот диапазон выделения центрального. Вам хорошо видно, а тут плохо? Надписи не очень хорошо видно. С видом. Ну вот, смотрите, самые минимальные давления. Начнем от минимальных. Неравновесное давление в межгалактическом пространстве. 10 минус 32 степени. Вот атмосфера физически. Давление реликтового излучения. Того излучения, которое осталось после первого взрыва Вселенной. Вот уже диапазон тот, который, в принципе, достижим в наших практических условиях лаборатории. Вот световое давление. 10 минус 5 минус 6. Измеренное лебедем впервые. Болевой предел звукового давления. Это когда у нас закладывают перепонки. 10 минус 4. Давление воды в тройной точке. Соткая часть атмосферы. Атмосферное давление. Вот дружественная нам ситуация по температуре и по давлению. Мы как открытые структуры белковых тел. Все остальное для нас весьма враждебно. Идем выше. Давление на максимальной глубине океана, Марианской спадины, это всего лишь 1000 атмосфер. Хотя это очень высокое давление для биологических объектов. Давление замерзания воды при 100 Цельсия. С точки зрения, если мы сожмем воду существенно, и при 100 Цельсиях она у нас еще останется твердой. Это как раз от давления 10 в 5. Давление в центре Земли 3,73 мегабара. То есть миллион атмосфер. Максимальное давление в статических экспериментах в лаборатории, которая достижима. Это в основном алмазных наковальнях и других сверхтвердых материалов. Давление в центре Юпитера от 70 до 120 миллионов атмосфер. Ну и далее. Что тут у нас? Козиклассичность вещества уже проявляется. И максимальное давление в земных экспериментах, которые получаются при воздействии удара. Ну и дальше уже совершенно только то, что в принципе усиленное проявление на нейтронные звезды и давление в центре нейтронной звезды. И дальше уже видеть риски взаимодействия ядов, превращающие высоких скоростях при столкновении. Ну и как обычные вещества, которыми мы в последней практике сталкиваемся, реагируют на воздействие давления. Вот, например, железо. Известный нам с вами металл с детства. Вот по шкале температур проявляется его изменение фазовое. Это низкотемпературная объемно-центрированная фаза, потом высокотемпературная границентрированная фаза, затем опять объемно-центрированная и плавление. Так вот, если к этому металлу приложить некое давление, а это давление порядка 120 тысяч атмосфер, то у него появляется новая фаза. Вот, ГПУ, плотная фаза гицидонального плотного поклона. И любое вещество, по мере воздействия, рано или поздно, когда происходит переход из количества в качество, меняет свою ипостезу, оно меняет свои физические свойства и химические. Ну и вот траткий план нашего саморазговора о успехах физики высоких давлений. Эта физика сформировалась по-настоящему в 20-м веке, в основном в середине 20-го столетия прошлого лета. Это эпоха Бризмана, Величагина. Ну и гонка при синтезе алмазов. В основном это первыми были шведы, потом были начали американцы, потом наш институт физики высоких давлений, Величагин. Потом киевляне освоили, так сказать, массовое производство для искусственных алмазов. И на настоящий момент у Пальмы первенства удерживает институт биологии и петрографии сибирского отделения. Это вот Юрий Николаевич Пальямов. У них получаются лучшие, так сказать, для физических экспериментов и химических, и для электроники, бриллианты и алмазики. Так сказать, адаптированные различными элементами. Ну и дальше, значит, это статические эксперименты на алмазовых наковальниках, шкала и методы измерения давления, ну и так далее. Некоторые практически применения. Вот аппаратура, которая используется в лаборатории различных стран, различных университетов, центров научных. Это в основном наковальния Бриджмена. Они так и называются. Это усеченные конусы. Наиболее простая и доступная аппаратура. Более объемные есть, когда сжимается вещество со всех сторон. Вот, например, с трех сторон в виде тетраэдра, либо в виде куба. Это большие объемы позволяет использовать. Вот диапазон, освоенный человеческим. Значит, ну и вот статические давления до 500 кВт и выше. То есть полумиллиона атмосфер. С некоторым нагревом. С возможным лазером-негрелом, это уже еще и тысячи градусов. Но на настоящий момент наиболее достижимое давление это 5 мегабарт. То есть 5 миллионов атмосфер. В полтора раза выше, чем давление в центре Земли. В центре нашей планеты. Ну вот, на настоящий момент очень хорошо исследована ситуация с минералами. Мы не будем на этом подробно останавливаться. Для различных соединений земной коры и мальтии. Это все уже воспроизведено в лабораторных условиях. В условиях сильного сжатия и температуры. И получены и синтезированы вот подобного рода материалы. Исследованы у них фазовые превращения. Давайте остановимся немножко на влиянии давления. Кстати, можете задавать запросы по ходу действия сразу. Запросов нет? Ну, окончательно. Я буду говорить просто. Можно, чтобы понятно не было. Давайте посмотрим на влияние давления на механические свойства. Ну, что такое механические свойства? Это отклик материала на внешнее воздействие, как правило. Это предел текучести физической. Это упругая составляющая до физического предела текучести. Условные пределы текучести. Это прочность конечного материала, когда он уже начинает разрешаться под внешним воздействием. Естественно, что если мы будем осуществлять механические эксперименты или испытания в условиях давления, то мы должны, естественно, увеличить эти физические характеристики материала. И тем более продлить их в пластичность. По причине того, что давление сближает составные части тел и не дает появляться трещинкам. А если трещинки не появляются, то они раскрываются в микротрещинке при гораздо более высоких параметрах воздействия. Ну и вот пример. Как различные физические свойства, механические и физические, меняются в условиях сильного сжатия. Вот здесь у нас тут еще атмосферка по нижней шкале. А по верхней, как меняется удивленный объем различных материалов. Это было в свое время измерено Бриджманом. И вот плавная кривая, это изменение объема в процессе сжатия плавная. А скачки, это фазовые переходы. И вот видите, сурьма, скидка, меняется плавно фазовый объем у него. Но при определенном давлении происходит резкий скачок. Это происходит фазовое превращение из одной модификации в другую. Фазовый переход из первого рода. У виснутых здесь можно насчитать четыре в этом диапазоне. Один у Бария, два у Цезия и у сурьма Эрген. Также у железа, я вам уже показывал тут переход из АЦК структуры в ГТУ. И вот эти металлы, они являются реперными точками для измерения давления. Это так называемая международная шкала физики высоких давлений, которая была принята в 68-м году прошлого века. и они являются реперными точками для давления. Пошкаре давления. Как меняется электрическое сопротивление чистых элементов при сжатии? Как правило, вначале плавно под действием давления. Это естественно, потому что давление, как термодинамический параметр, сказывается на плотности носителей заряда, на энергии ферми. Но, когда испытывает фазовый переход объект, то это происходит скачкообразно. Вот только что мы говорили с вами о висмете. Вот у него переходы, видите? Один, два, три, четыре перехода. И эти переходы сказываются на электросопротивлении. Вот это электросопротивление, как физическая характеристика, измеряется в процессе измерения давления от камеры высокой водоотворения. Это в основном те элементы, которые испытывают фазовый переход. Ну и максимальный элемент, который при этом используется, это свинец. Свинец, как гранецентрированный кубический металл, переходит в экзакональное плотноупакованное состояние по решетке. И при 16 ГПА, или 160 тысячах атмосфер, вот то крайнее значение, которое мы можем еще измерить давление в камере высокой водоотворения. В камере, создающей жертвы. А далее это только можно предположить расчетами. То есть выше, чем свинце, у нас такого, можно сказать, законного перехода, предметов по международной договоренности, не существует. Вот как давление влияет на другие характеристики. Там была цифра давления, когда вода в точке кипения при атмосферном давлении остается твердой. Так вот, естественно, что сильное сжатие будет повышать температуру давления, да? Или кипения. Поскольку давление стремится уплотнить вещество, ну вы сами знаете, кто ходил в горы и варил там, допустим, обед, то при плюс 80 вода уже кипит при низкой атмосферном давлении, и можно этот обед варить полтора-два часа вместо полчаса. Так вот, смотрите, что происходит с металлами, которые не испытывают разовых переходов в диапазоне до 50 тысяч атмосфер. Поднимается температура плавления. Серебро от 1080 до 300 практически при сильном сжатии на 50 тысяч атмосфер. То же самое происходит у других металлов и других элементов. То есть существенная зависимость температуры плавления от давления. Это описано с умирическим уравнением Клаузиса Клоперона. Как меняется плотность и рентгельный объем? Есть сильные зависимости, менее плотные жидкости, таких как эфир, например, спирт, вода. Хотя с точки зрения практически, вода считается практически нежимаемым веществом. Но вот смотрите, до 5000 атмосфер у нас вода уже меняет на 12% свой относительный объем. Но естественно у нее происходят и существенные химические свойства изменяются. Вода постоянно находится в динамическом равновесии между протоном и OH группой. Так вот сжатие воды приводит к тому, что плотность этих двух составляющих резко повышается. И вот когда воду хорошо сжать, то в химическом отношении она становится весьма грязь и сильной жидкостью. Вплоть до того, что сильно сжатая вода, она тут же начинает окисливать электроды, измельки, введенные в эту среду, в эту камеру высоко водообороны. Ну, меньшим сжимаемостью обладает ртуть, поскольку это достаточно плотный металл жидкий. Кстати, какой элемент является жидкий для нормальных условий? Единственный. Да, природный является. А остальные все соединения. Это, кстати, природа нам в наших условиях отпустила единственный элемент, который является жидким. Вообще, остальные химические соединения. А вот посмотрите, как меняется у однофазных металлов плотность в зависимости от сильного сжатия. Сжатие колоссальное. Видите, до 6 миллионов атмосфер. В два раза выше, чем в центре Земли давление. Ну, металлов, которые изначально менее плотные, такие как цезий, барий, лонтан, это пификация сильнее. А плотные металлы, вот, например, религи, самый тугоплавкий БЦК металл, наиболее плотный, как в рационное число равно 12, то есть число ближайших соседей вокруг каждого атмосфера. У него при 6 миллионах атмосфер сжатие всего лишь в полтора раза уменьется. Но это в условиях ударного сжатия, это в условиях атомных и термоядерных взрывов измеренных. Рени тоже плотный металл, гексагонально плотного поколения, решетка обладает, тоже сжимаемость у него низкая, даже при очень высоких давлениях. Как меняется электросопротивление? На некоторые системы чистые венеуты действуют сильно, но некоторые в меньшей степени. Вот видите, сжатие до 100 тысяч атмосфер приведет к тому, что в Индии в 50% меняется отношение сопротивления к исходному. У кобальта процентов на 1, ну, медвумение от металла. Все это, естественно, зависит от плотности носителей, от влияния давления на энергию фермы, на зону приведена, на смещение параметров решетки. До сих пор нельзя однозначно сказать, как давление влияет на магнитные свойства. Видите, у некоторых элементов и соединений это положительный эффект. То есть повышается температура кюри, перехода из упорядоченного состояния, неупорядоченного, у некоторых наоборот. Причем довольно сильная зависимость может быть. То есть на 1 кБ это может быть эффект буквально несколько, до десятка градусов. Вот, например, у железнодорожного сплава, инварный сплав, там 30, это вот цифра 8 обозначена, вот прямая. Ну и вы видите, что зависимости не имеют. Но однозначно до сих пор нельзя рассчитать теоретически вот интеграмный обмен, интеграмное взаимодействие обменного, и поэтому предсказать что-либо при сжатии невозможно. В принципе, например, при нагреве можно сказать, как будет переходить упорядоченное состояние в непорядоченное, а при сжатии это взаимодействие практически невозможно, поэтому эта наука остается до сих пор экспериментальной. Я думаю, останется намного десятилетия, может и века. Как меняется размеры ионов в зависимости от сильного сжатия? Это рассчитанные значения. Вот внизу шкала элементов, размеры ионов от положения периодической таблицы. И средняя шкала, это размеры ионов при одном мегабарде. То есть примерно треть того, что у нас, опять же повторюсь, в центре Земли. И, то есть 1 миллион атмосфер. 100 гп. Вы видите, как существенно уже меняются размеры ионов. То есть мы дошли до того значения давлений, когда у нас уже затрагиваются внешние оболочки атомов и ионов. Они начинают сжиматься. Их ионные радиусы уменьшаются. И если мы возьмем давление в 10 миллионов атмосфер, а это примерно седьмая часть того, что мы имеем в центре Сатурна, или примерно десятая, двенадцатая, что у нас в Юпитере, в центре Юпитера, то вы видите, что наши ионы при нормальных условиях, столь сильно различающиеся по значению ионовых радиусов, они ложатся практически на одну прямую. От лития до свинца. Вот какая была четкая периодичность при нормальных условиях. И почти прямая зависимость. При сильном сжатии. Так, какова техника создания давления? Можно построить огромный пресс. Вот этот пресс находится в Институте физики высоких давлений. Был в Анатольском механическом заводе. Его мощность 50 тысяч шпантов. Вот он был сделан где-то в конце 60-х, в начале 70-х. На нем синтезируют довольно крупные алмазы. Сейчас на нем делают огромные такие сопла для ракет, для тополя М. Для ракет, которые стратегические. Вот специально делают такие емкости. И синтезируют в течение десятков часов эпоксидные смолы с графитовыми наполнителями, а потом из них вытачивают. И вот где-то в начале 80-х самый мощный пресс был построен на Франции. 65-34 усилия. Ну, вот буквально 10-15 лет назад, там уже 20, у нас верхний солдет, он создан пресс для того, чтобы переставать эталонную губку. Он имеет номинальную усилие, где-то порядка 75-80 тысяч тонн. То есть у нас в стране сейчас до сих пор самый мощный пресс в мире. Я пользуюсь случаем, хочу вам сказать, что в России за 20-е столетие, конца 19-го, 20-е и даже начало 21-го были сделаны всегда, можно сказать, первые выдающиеся открытия и достижения технические. Если мы вот с вами немножко отвлечемся и займемся этим, то я думаю, у вас не хватит пальцев на руках и на ногах, чтобы перечислить прорывные открытия и прорывные запретения, сделанные в России. Кто начнет ее называть, хотя бы одну. Главная технология – это игрушка чиновника и... Вот смотрите, ребята, одно из самых продающихся достижений человечества мирового – лазер, изобретение, так сказать. Кто бы тебе это сделал, не знаете? Кто-то бы в мире прокатывается. Басов и Прохоров, Нобелевский лауреат, институт общей физики, Нобелевская премьера, начало 60-го. Изобретение радио – наш уральский земляк попов. Хотя Нобелевскую получил в Марконе за совершенствия. Самая глубокая в мире скважина – 12 километров, 422 метра, на Кольском полуострове, прогурино в России. Американцы дальше 5 километров не смогли прогуриться в двух местах. Они на Карибах соседжили, вот. И в бассейне Саргасова моря. В одном месте траванулись сернистым газом, а в других – у них просто кора была более нагрета, и отпустился инструмент. Первый полет человека в космос. Три пальца мы использовали? Первая – пересадка сердца, жизни, в мире, на собаке, 47-й год. Четыре. Пересадка головы, чинка, взрослый тел на собаке, 47-й год. Собака жила два месяца, вместе локализов был вместе. Представляете, какое выдающееся достижение, да? Первая фотография, другой стороны, в университетах. Это автоматическая станция. Потом их пальцы первенства, к сожалению, потеряли в космосе. Выход человека в открытый космос. Это очень космонавт. А про собаку можно спросить? Она долго жила? Около 8 месяцев. И она помнила все, что было, и что ее туловище помнило. Ребята, дело в том, что эти... Большинские данные были засекречены. И вот этот фильм, вот этого щенка, головы щенка на собаке, он был показан не так давно, просто несколько кадров буквально. Но это действительно факт. Не знаю, помнила или нет, но с точки зрения Кирилл-Кольца, если человек теряет конечность до 12 лет, у него фантомных болей не бывает. А если после 12, то фантомные боли бывают, либо, извините за выражение, чешется нога, которой нет. Не могут, да? Что-то такое. Ну ладно, мы дальше не будем обсуждать. Был, например, еще такой факт. Сингис Резины, Семенов, Нобелевская премия по химии, 1928 год. Знаете вы тогда? Ну вот помните такую картину, Густогия, Семенов и Капица. Русские физики, химик Семенов и Капица, написанные Густогием в 18-м году, за что они получили, за что он от них получил несок овса, и предухаживали его. Но это же были голодные годы. Ну и много-много других вы можете найти достижений, которые в нашей стране реализованы. Первый переход от капитализма к социализму. Вмышленная технология. Да, и первый переход от капитализма к капитализму насильный. Тоже наша страна. Так что я думаю, если вы начнете что-то искать, пальцев у вас действительно уходит. Да, Павлова. Выдающиеся открытия в области мозга у Бехтерева. Павлов, вот теория условных инфраструктур. Я все на общество распространил. Сказал, я в нее поверил, что она только когда на комиссара до съезда в Белгарии. Так что это много интересного, и поэтому в этом смысле вы должны считать до сих пор, что Россия является до сих пор, несмотря на разрушение крупных научных школ, крупнейшей научной державы, и у вас не должно возникать никаких по этому поводу комплексов. Идем дальше. Владимир Пакович, это все дела в минувшем. Текущие есть? Есть, есть текущие. А вот пример, предыдущая лекция, кстати, здесь. Это не текущее видео? Александр Примотов. А кому принадлежит его инфраструктурно-скровопроводящие переходы? Я не знаю, но я хочу сказать, что когда Бранд занимался в конце 80-х кислородно-дефицитным не системами в условиях сжатия, Бранд из МДУ, они, например, были очень близки к открытию ВТСП ситуации, но вот Бергнадс и Мюллер, они все-таки в этом смысле оказались первыми из Швейцарии, из фирмы ИДМ. Ну, ты совершенно не знаешь, что это ситуация происходит. Ну, ну, да, я не знаю. В смысле, Илья Шмидович наш? Ну, почему бы нет? В этом смысле. Ну, смотрите, ребята, дебилоческая аппаратура, она может быть вот такой, это целый корабль, да вот такой маленькой камеры, которая позволяет исследовать сжатое вещество в условиях синхротронного излучения. Вот эта камера, которой мы пользуемся, когда ездим в Новосибирск на синхрон. Вот. Вот получается такая дифрактограммка. Вот сюда вот мы вводим пучок рентгеновский интенсивный. Здесь находится объект, он сжат. Происходит дифракция рентгеновских лучей, и через вот этот ущерб получается вот такая дифрактограмма. Здесь вот солнцовая бляшечка, которая не пропускает центральный пучок. А это продефрагировавшие пучки от плоскостей кристаллографических. Это снято серебро, но с нейрексивного сжатия. Белые линии – это серебро, а синие – менее, нет, наоборот, белые – это нитрит бора, сверхтвердое вещество, между которыми сжато серебро. А синие – это рефлексия от серебра. Ну, наиболее сильное эстетическое сжатие, высокие давления, можно получить на бриллиантах, на алмазах. В 1962 году это осуществил дирекамер. Вот делается такая прокладочка металлическая, в ней просверливается маленькое отверстие, сжимается объект. Его можно просвечивать лазером, можно поместить рубин, чтобы использовать абсолютно высокую давлению по смещению и не сенсии рубина. Но это особая история, на ней говорить не будем. Но вот в этих условиях между бриллиантами очень малое количество вещества можно сжать до 5 миллионов атмосфер. Причем статически, самое главное. Но беда в том, что когда вы используете алмазную пару и когда вы уходите выше 50 гигапаскалей, то есть 500 тысяч атмосфер, велика вероятность того, что когда вы начнете разгружать, то эти бриллианты сломаются. Даже как бы метр, но вы их не размыкали, происходит очень резкое, сильное снятие напряжений, которое они до этого испытывали при сжатии. И поэтому эти алмазы, как правило, ломаются. И когда вы идете уже в район 50 гигапаскалей, 100 гигапаскалей, очень высока вероятность, что от этих бриллиантов останутся осколки. Бывает, они раскалываются на 2-3 кусочка, а бывает, иногда разламываются в пыль. Вот, это дорогое удовольствие. Вот, посмотрим некоторые такие практические применения высокого давления, достижимого диапазона в условиях жидкой передающей среды. Это вот экструзия, гидроэкструзия, квазигидроэкструзия, низкотемпературная экструзия. По-гречески, экструзия – это выдавливание. Вот несколько непростых формул по влиянию давления на сильно сжатое состояние. Вот, если у нас давление составляет сотую часть, то есть 1% от модуля всестороннего сжатия вещества, то, как правило, давление в инженерных и классических расчетах не учитывается. А если уже до 3-10%, то давление оказывает существенное влияние. И вот посмотрите, как давление сказывается на параметре решетчика кристаллического. Ну, то же самое и на векторе бюргерса, естественно, вносительного дефекта, это винильного дефекта, дислокации. То есть экспоненциальная, довольно сильная зависимость. Но, правда, имейте в виду, что здесь-то у нас на экспоненциальном функции модуль всестороннего сжатия при нормальных условиях, а он, как правило, имеет высокие значения. Так же возрастают модули, модуль сдвига и напряжение течения. И вот смотрите, какие проявления на пластичность оказывают давление. Вот это фотографии Бриджмана. Бриджман, кстати, считается основоположником физики и техники высоких давлений. В 47-м году он за это дело получил модульскую премию. И вот смотрите, обычная сталь, допустим, дворовая такая-нибудь, сталь, сталь 3. И вот его, этот образец разорвали, испытывали на растяжение. И вот он испытал разрыв, но прежде чем разорваться, он образовалось некое подобие шейки. Слабая шейка, слабо выраженная, как приемно видно. И вот соотношение диаметра шейки к исходному диаметру, это и есть и логарифм от него, это и есть степень деформации. Так вот, это вот разорванный образец при атмосферном давлении, а это образец, разорванный при давлении 8000 атмосфер. Это как раз то давление, которое на глубине Мариинской впады недостижимо, близко к нему. И вы видите, как меняется шейка, как меняется вот это вот место разрыва. То есть диаметр становится меньше, шейка явно выраженная, и соответствующим образом образец испытывает большую деформацию в условиях сжатия. То есть образцы испытанные и здесь, и образцы испытанные на дне океана мирового, показывают различную пластичность. А как было создано давление такое 8000 атмосферного? То есть как? Воздух сжаливает? Нет, ребят, это вот такой цилиндр, туда наполняется маслом, в этом цилиндре происходит разрыв образца при испытании, а вот это масло, оно создает давление. Обычно индустриальное масло. Либо всякого рода жидкости, типа полиметилсилоксан и прочее другие. Да, вы хороший вопрос задали, потому что это гидростатические условия сжатия. А есть еще газовые, газостатические, но они очень опасны. Представляете, что этот сосуд высокого давления у вас взорвется, эти газы будут расширяться, и все осколки продолжат ускоряться. Ну это что-то вроде снаряда получится, это очень небезопасно в плане эксперимента. Ну и вот если мы давление дадим 16,5 килобатт, а 16,5 килобатт это две морянских падины, то этот эффект и дальше проявляется. Ну, как это меняется на свойствах механических, видно, что при уровне поднимается вверх, я вам это подробно комментировать не буду, лучше покажу, что такое процесс гидроэкструзии. Процесс гидроэкструзии это как раз выдавливание жидкости высокого давления через фильеры меньшего диаметра, некой заготовки металлической, допустим. Металлической, потому что они более пластичны. Это вот ребята из Харьковского физико-технического института сделали картинку. Вот, например, как происходит сжатие. Вот здесь вот синим это жидкость рабочая, красная это болванка исходная, и нам нужно с большего диаметра она меньше ее поддавить. И вот здесь вверху давит пресс, жидкость пошла вниз, болванка стала через фельдерок продавливаться, из большего диаметра мы ушли меньше. Зачем это нужно? Ну вот пример характера. Вот возьмем мы, например, с вами медную заготовку, просверлим в ней отверстия длинные, и поместим туда танталовую проволоку. И вот так, несколько раз, меняя диаметр фельдер, продавив его через установку гидроэкструзии, мы в итоге вот эту болванку, вот такой длины, вот такой, допустим, и диаметр вот этой вот ручки. Потом мы эту медь стравим, а танталовые ниточки у нас останутся очень тонкими. У пугового. Вот и таким образом мы можем получить, например, танталовые нити достаточной длины, тонкие, и использовать их, например, в медицине. Тантал металл, который биологически не отвергается, и таким образом, например, вот эти ниточки можно использовать очень тонкие, чтобы сшивать роговицу глаза или печень человека. Ну, не обязательно человек, это может быть та же самая собачка. Ну, и что происходит? Вначале же что на собачке делается? Что происходит со структурой металла? Как раз вот происходит изменение структуры, происходит ее упрочнение за счет того, что накапливаются дефекты. Происходит появление ламельных полосовых структур, потому что идут процессы накопления дислокаций и взаимного взаимодействия, между собой получается образование длинников и так далее и тому подобное. Материал упрочиняется. В обычных условиях это было уже привело к разрушению металлов, особенно при гоплатких, малопластичных, а в условиях высотого давления удается их деформировать на большую степень. Ну, здесь металл пластичный, но он был использован в качестве модерного. Вот получается структура при комнатной температуре ячеистого типа, когда подвижность дислокации высокая, а по мере снижения температуры ячеистой структуры образуются все меньше, образуются ламельные полосовые, потому что возникают процессы двойникования и локализации пластической деформации. Так же вот поднимаются механические свойства. И вот что интересно, можно использовать различные материалы, а можно использовать один и тот же материал, но изменить в нем условия изначально фундаментальные. Ну, например, изменить подвижность материала и подвергнуть очень большой деформации в условиях сильного сжатия. И что будет? Вот, например, палатин. Палатин ГЦК, пластичный металл, многородный. И вот сильно деформированный в условиях давления он дает средний размер кристалитиков, он как раз переходит в те самые намоматериалы, которые он структурировали, когда средний размер кристалитиков у него в районе 50 нанометров становятся. Но если мы его изменим изнутри подвижность например его дислокации, например, тем, что мы начнем его лидировать, например, водорода, то водород, внедрившись туда, повысит в район пайлса, в район пайлса, подвижность в локацию упадет и в итоге мы при большой деформации получим средний размер не 50 нанометров, а 15. Водород из металла удалим, а структура останется. А если водорода добавить еще больше до состояния гидрида, это будет водород в состоянии твердого раствора, то мы получим на том же самом палате другой результат. То есть смотрите, чистый паладий 50 нанометров, предельно большая деформация в условиях давления, новодороженный паладий, и паладий уже доведен до состояния гидрида предварительно, потом продеформированный, водород удаленный, и что получается? Получается 3 нанометра, состояние близкое к аморфу, где это видано было, чтобы из паладия или другого благородного металла можно было получить аморфное состояние. Это, конечно, не аморфное, но это предельно нанопистолическое, средний размер 3 нанометра, то есть 30 атомов в диаметре вот этих маленьких частичек высокой разъемки, но это электронная дифракция от него, которая близка к состоянию аморфа. Ну или, например, вот аморфизовать сплав с памятью формы, интеллект титана и триатомы. После большой деформации он переходит в аморфное или квезиоморфное состояние. Вот дифракция, которая дает нам электронов от фольги, дает 4 галма. А внизу просто интересный периодный случай, когда, например, в аморфной матрице, которая получилась в результате сильной деформации, были получены до этого соединения, например, оксид титана и никеля. И вот пучок электронов, направленный на границу между аморфной матрицей и вот этими химическими соединениями, дал очень интересную дифракцию. Дифракция от аморфного состояния и вот эти точечные дифракции от монокристалликов вот этих оксидов титана и никеля. На границе выдали такую интересную конфигурацию в плане дефракции и кремного пучка. Подождите, четыре голова это что за верчин? Четыре голова это те самые вообще голова должно быть одно, но здесь можно разделить на четыре линии, если присмотреться. металлами. такое рассеяние, которое получено аморфного состояния, потому что данный порядок у металла наружен, сохранился только ближний. И дифракции как таковой не происходит, а происходит просто-напросто диффузное рассеяние электронных пучков. как быть с металлами, которые в принципе обладают очень высокими модулями? Ну, например, вольфрам, ремни, ириди, там так. У них модули, модуль сдвига, модуль всестороннего сжатия или другие характеристики очень высокие. они имеют сотни гигапаскалей. То есть, они соизмеримы с тем давлением, которое в центре Земли. Вот как раз их и можно обработать, продеформировать только в условиях сильного сжатия. Ну, вот, когда приложить давление порядка 120 тысяч атмосфер, провести сильную деформацию, то в центре образуется структура новокристаллическая, которая показана слева к верху, и вот дифракция электронная от них. Видно, что этот материал диспергировался на очень мелкие кристаллитики размером 20-30 миллиметров и из исходного поликристаллического иридия, который обладает очень высоким иного демитрия, у нас получился монокристаллический образец. Ну, вот, давайте поговорим о водородине, о той мечте, как человечество, которое еще не осуществлено, хотя на самом деле уже несколько раз заявлялось о том, что водород в металлическом состоянии не получил, ну, естественно, получить его можно только в условиях седневного сжатия. Где-то еще в середине 60-х годов панкрофт заявил, что для того, чтобы сжать водород до такой степени, что он перейдет в металлическое состояние, а то металлическим станем подразумевается именно состояние провалимости металлоподобное, достаточно не очень высоких давлений, порядка 20-40 гпп, то есть 200-400 тысяч атмосфер. Эксперименты показали, что на самом деле это не так. и вот ряд заявлений, сделанных в России, в Японии, в США, говорят о том, что металлическое состояние водорода до сих пор не получено, но в принципе люди над этим работают. Почему? Это очень заманчиво. Заманчиво почему? Потому что, во-первых, водород это самый будет легкий металл, самый пластичный, и в то же время он может обладать еще и сверхпроводимостью. А если мы это состояние получено в условиях сильного сжатия и низких температур сможем перевести каким-нибудь лидированием на нормальные условия, так это вообще будет бесценный дар природы для нас, в силу тех физических свойств, которые я перечислял. Ну и вот водород по-прежнему изучается очень активно. Чистый водород изучать крайне трудно в силу его ярких проявлений калковых свойств стантом механических. Поэтому работают с изотопами. В основном изучают диетерия и ретрития. Когда в ядре у нас не один протон, а протончик и метрончик. Ну и вот представляете, насколько мы можем изменить дельный объем водорода при сильном сжатии. Вот представляете, вот у нас на моль было 8 сантиметров кубических и при сильном сжатии до миллиона атмосфер до миллиона атмосфер у нас получается сжатие почти в 4 раза. Вот эти данные. Причем здесь точки это экспериментальные значения статического сжатия это черные точки, а белые точечки это ударное воздействие в условиях ядерных и термоядерных взрывов, много быстро протекающих процессов и зафиксировать их очень трудно. Пожалуйста. А вот раз такие эксперименты проводятся, значит есть какие-то теоретические основания предполагать, что это возможно? Безусловно. А вот как себе люди представляют в смысле саму структуру этого металлического водорода, что там будет? Носители заряда какие-то должны получиться и какая-то что-ли подобие кристаллической решетки образоваться? Как бы водород там совсем мало всего? Предусловно. Вселенная водорода очень много. Ну понятно. Как такое получается? И у нас тоже вода состоит из двух молекул воды два водорода и один кислород. То есть с водородом мы с вами не испытываем проблемы. А как получится? Вот представляете, что мы взяли водород, атом водорода, один ратон, вокруг него один электрон. Начинаем сжимать, начинаем охлаждать. Мы сейчас можем водород превратить в твердое состояние без проблем. То есть влёг так называемый водородный. То есть твердое состояние. Мы его сильно охладили, он у нас перешел в жидкое состояние, потом в твердое. А вот теперь его нужно сжать, чтобы из протонов получились электроны. Создали остаток кристаллической решетки, а все электроны, или честь из них хотя бы коллективизировалась. То есть это будет полный аналог кристаллической решетки любого другого тела. Но вести-то он себя будет именно как квантово-еханический систем. Потому что сами представляете, что такое протон и что такое метрон. И электрон. Вот. И это будет самый легкий металл. и он будет обладать металлоподобной проводимостью. При нагреве он будет возрастать, при охлаждении он будет падать. И у него будет самая высокая считаться температура сверхпроводячего состояния. Вот о том, о чем недавно рассказывает Сомар Латон. Но предпосылки теоретически именно вот такие. Суравнение состояния посчитать, когда они сблизятся так, что они создадут его неосток. Вот эти протончики. Но есть такие соображения. Вот возьмем мы с вами вторик лития. То есть соединение лития и фтора. И вот в этой решетке предполагается, что мы можем создать структуру под структуру водорода. И вот там его металлизовать. Вот литий и фтор они конечно намного крупнее самого атома водорода. Посложнее больше гипломов, больше электронов. Но вот между ними можно разместить ту водорода, который может быть вратовлением в металлическом состоянии. Природа устроена так, что у нас легче атома водорода ничего нет. Но кроме может быть не он. То есть не он, а вокруг него короткоживущий электрончик. Можно назвать это элементом или нет. Или позитронным. Электрончик, позитрончик, короткоживущая пара пока не не будет. Это наиболее будет. элемент и его в периодической системе нет. А природа нам создала водород. Так устроена жизнь. А моделированием или расчетом на этих структур кто-нибудь занимается? Конечно. Какие у них результаты? Еще раз повторите, мы моделированием расчетов состояния этих? Да, именно металлического состояния водорода. Ну вот я говорю, первая работа была в 67-м году и он сделал Ашкрафт. Вот он создал результаты где-то от 20 миллиметров тысяч атмосфер до 40. Но он не подтвердит как его экспериментарь. Работа по водороду выходит теоретически немало. Ну в год несколько десятков. Так что можете поискать даже в интернете. Ну вот смотрите, ребята. Уравнение состояния. Вот если взять х это отношение объема к объему начальному нулевому, равновесному объему при нулевом давлении, то уравнение состояния Берча, это был такой американский диафизик, оно записывается вот изменение связь между давлением и объемом при сильном сжатии. Но здесь модуль КАНОН это исходное состояние, это модуль всесторонное сжатие, которое берется исходно. Вот и нормально сжатие условие. А потом Мурнаган это уравнение модифицировал, вот оно справа вверху, он ввел зависимость модуля всестороннего сжатия от давления и это уравнение изменило. Вот эти два уравнения являются основными в состоянии твердого тела. То есть зная модуль, зная изменение объема из эксперимента логатеритических, мы можем примерно записать, нарисовать эту кривуленку, просчитать, а потом знать, как будет меняться объем, если нет фазового перехода при сильном сжатии. И вот вот это вот кривуленка, вот здесь фазовый переход ожидается у водорода, вот такую диаграмму в настоящий момент выделили не для водорода, а для диетерия. С ним проще работать, он обладает более высоким рассеивающим свойством рентгеновских лучей, и на сентрастроном излучении установили три области ГПУ, решетка, твердый водород, сильно сжатый, но не металлический, то есть он не обладает проводимостью металлоподобной, три области в зависимости от давления и температуры. Ну, температура естественно от низких, от нуля и до двух, до почти полных. Вот такие кристаллические структуры, гексидонально-флотно-вопакованная решетка, но в каждом узле уходится по молекуле. Вот ион водорода, вот ион водорода, это скорее всего молекула. Они либо так ориентированы, либо под углом, либо параллельной стене, в диске. Вот эти вот области как раз и есть. Первая, вторая и третья области. Ну и вы видите, как указаны ошибки эксперимента. Вот что на настоящий момент сделано по водороду в условиях сильного сжатия. Давление высокое, видите, 200 гп, то есть 2 мегалонной атмосферы и температура вещества. Сейчас поговорим немножко экстремальных состояний вещества при высоких давлениях, при температурах. Вот работа Фортова, это директор института физики высоких температур в Москве Владимир Евгеньевич Фортов. Вот в 2009 году не так давно успехов физических наук у него опубликована работа была интересная. И вот смотрите наша область экспериментального достижения давления. Где у нас давление? Давление вот по этой осени. Вертикальному. Вот алмазная ячейка. Дальше вот центр земли вот эта красная точечка. вот Юпитер динамика это атомные взрывы потом магнитные удержания термоядерного синтеза ну и выше Солнца инерционный термоядерный синтез до сих пор кстати наш токомат в институте атомной энергии имени Курчатова имеет самые высокие параметры по этому делу в плане термоядерного синтеза красные гиганты белые гиганты до нейтронного состояния звезд и уже вот реликтивистские столкновения атомных ягод эту шкалу я вам показывал вот шкала температур вам для интереса вот синяя полоска это наша комнатная температура если снизу пойдем то это испарительное охлаждение 10-13 электрон вольт чуть выше это лазерное охлаждение ну и выше комнатное естественное горение вот свечечку заповеди порядка одного электрона вольта выделяется энергия дальше идет вот токамак установка по получению термоядерного синтеза который длится сейчас 10-4-5 секунды чуть больше солнца то есть вот управление термоядерного синтеза повыше солнца потом ядерный взрыв ну ситуация нейтронной звезды кварталионная плазма и опять же электрические структуры ядер вот что мы можем реализовать на практике на планете ядерный взрыв подземный с быстрой регистрацией быстро протекающих процессов вот здесь заряд произошел взрыв и тут у нас горная порода находится а тут датчик который регистрирует быстро протекающие процессы сжатия нагрева и распространения вот этой ударной волны скорость распространения 35 километров в секунду то есть примерно та же самая скорость с которой наша земля вращается вокруг солнца вот как раз вот эта криволинка вот в этой области вот эти белые точки они как раз и получены так же как и крестики они получены в условиях атомного взрыва подземного условия сжатия различных веществ в частности водорода сильно прожиданного ну вот здесь вот вам плохо видно я не буду это дело комментировать расскажу разве что только характерные параметры вещества в природе и в лаборатории вот ранняя вселенная планковские условия вселенная сразу после взрыва первые несколько секунд 1-2-3 секунды там прошли конечно уже десятки сотни процессов и вот я вам хочу сказать какое было давление 10 106 степени это просто потрясающие цифры и плотность вещества у нас 10 в 94 грамм на сантиметр кубический ну и температура первой на 10 в 12 степени ну и все это естественно расползлось расползло и создало нам нашу вселенную которая меняется меняется довольно стремительно но не так заметно на протяжении нашей жизни вот и например наименее плотное состояние межгалактический газ плотность 10 минус 10 минус 30 от минус 30 до 10 минус 7 ну и вот давайте посмотрим что происходит в различных планетах в принципе нам очень трудно это достигнуть но представить мы это можем вот например Юпитер диаметр 70 тысяч радиус 70 тысяч километров давление в центре Юпитера по разным расчетам от 70 миллионов атмосфер до 120 видите до сих пор здесь нет согласия особого и из чего состоит Юпитер малое сравнительно твердое ядро льды вода аммиак метан твердое состояние сильное жатое потом жидкий вот здесь предполагается наличие жидкого металлического водорода металлоподобного и гелий смесь а вот здесь уже 3 мегабара то что у нас в центре земли вот здесь вот находится в районе жидкого молекулярного водорода и гелия вот здесь у нас давление как в центре земли ну а дальше газожидкая атмосфера Юпитер вот 2 месяца назад могли очень наблюдать он красиво смотрелся на 5 часов от луны у него как раз Европа и Ганимет были у нас плоскости очень хорошо видны и они очень быстро описываются вращаются вокруг Юпитера к сожалению это состояние сейчас ушло хотя можете еще увидеть где-нибудь в 8-9 вечера когда начну поменять выйдите посмотрите если у нас сегодня есть то где-то в районе 4-5 часов Юпитер очень четко видится Сатурн давление по разным оценкам от 45 до 70 миллионов атмосфер ну и здесь тоже самое подобная вещь что и Юпитера но я хочу вам сказать что в целом плотность Сатурна меньше единицы только здесь меньше если интегрально брать по ему объему то есть у него плотность порядка 1 грамма меньше чем 1 грамм на сантиметр кубический то есть если мы представим океан мировой огромный то Сатурн в нем бы плавал ну как плавает мячик или футбол это конечно парадоксально гигантская экзопланета и средняя плотность с меньшей плотностью вольт потому что вся основная плотность сосредоточена в центре высокая но он обладает высоким отливом и вот наша земля здесь вот в сравнении с Юпитером и Сатурном маленькая чудесная планета вот вот если увеличить вот видно в центре земли 3,73 миллиона радиус 6 километров 400 6 тысяч 400 километров и видите какая в центре плотность 13 градусов сантиметров кубический а на самом деле вот здесь плотность земной коры она в среднем равна 4 градусов сантиметр кубический то есть в 3 раза выше в центре земли ну и предполагается что ядро то наше состоит из железа с никелем поэтому обладает магнетизмом твердая часть ядра вокруг него есть жидкая часть ядра и это нам позволяет сохранять нашу планету этим магнитным полем и вот характерный пример снятый с Хаббла что многие звезды дальние обладают спутниками обладают планетами подобные нашей планетной системе вот видно что это спутник планет звезды Глиссе вместе 29 вот эта точечка как раз поймана с телескопа на Хаббле как она выходит из-за звезды освещается она это фидометр что это у нас такое нейтронная звезда обратите внимание ребята на ее радиус от 8 до 16 километров только как отсюда вот этого куза в первом войске который мы проезжали представляете какое плотное состояние экстремальное сильно сжатое и вот что там ну внешнее ядро внешняя гора внутреннее там прочее плотности определенные а вот здесь вот уже ближе к центру отдельные частицы гипероны пионы кварки бог его пока знает ну и вот планковские состояния которые реализуются в состоянии сильного сжатия от длины до массы времени минимальное время 10-44 секунды длина 10-33 сантиметра и масса так называем максимона 10-95 грамма ну и тут же разные другие физические характеристики энергии плотности температуры напряжения которые материал может испыть то есть это предельно возможное состояние вещества конденсированное которое мы можем себе представить за рамки которых нам очень трудно выйти практически невозможно то есть как говорится все что сущее все что существует имеет свой предел и вот эти пределы это пределы планковской системы ну и последнее достижение в области физики техники высоких давлений которые достигнуты человечеством буквально за последние 15-20 лет это вот значит в районе кларатора Попегай это на тайной ревью с речкой Попегай было обнаружено соединение на основе марганца которое показало свои свойства близкие по твердости алмаза может даже его превышает вот потом вот было сделано в 93-м году работа по металлизации азота в институте физики высоких давлений и Ливерморской лаборатории американская объединенная работа то есть атомы азота сдвинули молекулы азота сдвинули так что они разваливались на атомы создали кристаллическую решетку а потом часть электронов обобществилась и получилась металлоподобная проводимость азота это порядка полутора-двух миллион атмосфер и температура около 60-70 кг потом металлизация аргона вот два года назад испанцы из Мадрида заявили о металлизации гелия это было сделано сообщение полтора года назад нет уже была в мая Микса в Париже в муниципальной конференции по языке и сообществ до времени проводящий алмаз при сильном сжатии опять же институт физики высоких давлений ну и сверхпроводящее состояние железа в эпсилон фразе немагнитной на которой показали наличие этот эффект был предсказан с Гензбургом в 68-м году но и японцы его получили где-то было 4-5 лет назад при очень низкой температуре и силном сжатии ну и в принципе все какие у вас вопросы у меня вопросы я слышал что при высоких давлениях все химические процессы они быстрее где-нибудь применены да очень характерный пример такой могу привести там была показана сжимаемость воды да представьте у вас две фильеры и вы направляете навстречу друг другу мощнейшие две струи воды столь мощной скорости что они вот начинают сталкиваться между собой эти две тонкие две струики что у них происходит состояние ионизации плазма мало того что в воде всегда есть протончики свободные гидроксильная группа ООА сжатие приводит к тому что у них очень резко возрастает концентрация вот этих вещей и вода становится химически крайне активной хотя на самом деле это была вода то есть она начинает проявлять состояние кислоты поскольку свободный водород и состояние щелочи поскольку ООА гидроксильная группа и вот представьте что эта вода была не очень чистая когда вы их вот так вот создали здесь вот произошло окисливание всех металлов которые есть и они выпали вода самоочистилась или вот у вас лист металла и вы берете вот эту струйку воды и начинаете резать этот металл причем он начинает резать металл вот такой толщины если лазер сантиметр прожигает то эта струйка воды при сжатии сильного до нескольких тысяч атмосфер химически агрессивная она начинает просто вымывать этот металл химическим и нехимическим образом получается очень ровный рез который сейчас уже используется на практике к тому же вопрос не вопрос а ответ берем платину или золото благородного металла да сильное сжатие в условиях нагрева приводит к тому что платина начинает реагировать с бором с азотом с кислородом вот вот такие вещи получены в принципе это можно получить только химии высоких энергий вот когда первые делались эксперименты на ускорителях мощных была защита свинцовая гетонная потом там кубы с водой а потом туда строители бросили доски прочее это все забыли а через годы поставили на профилактику ускоритель ну заодно решили посмотреть что там в защите происходит полезно черкнули водички выяснилось что там такие соединения которые вообще в жизнь нигде найти невозможно начали думать как так все образовалось ну и выдумали так называемую теорию гидротированного электрода химики здесь есть? нет ну тогда физикам расскажу а вы химикам расскажете теория гидротированного электрода вода она же у нас обладает вот такой полярностью вот здесь протончик тут два кислорода да плюс-минус вот они в дипольчике не в смысле водород там же сварок и вот представляете вот это дипольное состояние и вот электрон высокоэнергетически вылетает сюда и какое-то время живет он живет вот здесь и вот эти вот все вот штучки вот так начинают разворачиваться образуется некий химический комплекс здесь электрон они все повернулись к нему вот так вот наши вот эти дипольчики не совпадают воды и вот этот короткоживущий комплекс он обладает определенной реакционной способностью и все что тут вокруг было водород там фтор прочее прочее платина или еще какие-нибудь металлы вот этот вот детальтированный электрон сыграл свою роль катализатора он заставил их так же вот как была ситуация в свое время лазерного снега когда лазеры газовые первые делали 60-70-е годы у них внутри лазерные трубки откачаны вот на границе когда он проходит через стекло у них образовывались некие такие специфические соединения между кремнием фтором и прочим вот там газовым то есть лазер инициировал химические реакции поэтому вот смена условий нормальных на сильно сжатые оно затрагивает все физико-химические свойства материала так же как вот сильная реакция гидротированного электрома в условиях скорительной водородины еще вопросов а как насчет прочности тех как насчет прочности тех прессов скажем так нажимающих алмаз тот же самый создающий постановок а да я понял о чем вы говорите дело в том что алмаз обладает самым твердым материалом при нормальных условиях хотя он метастабилен он при давлении 30 000 атмосфер становится стабильным просто его метастабилное состояние существует в биологических временах он очень тверд берем алмаз и начинаем резать стекло без проблем дело в том что в технике высоких давлений используется принцип перехода от больших площадей к меньшему когда вы принимаете домкратом машину гидравлическую у вас такая площадь на которую жена жидкость высокого давления а выходит на меньшую и вот соотношение этих площадей приводит к тому что мы можем поднять тяжелый грузовик маленьким гидравлическим домкратом и конечно вот если мы берем например бриллиантик то вот здесь посадка в которой он делается в начале она допустим из лени или из твердой стали какой-то особо твердой либо из вольфрага потом уже шайба большего размера из стали идет и вот это вот чтобы когда мы сожмем на бриллиантах чтобы этот вот алмаз не вдавился просто в эту сталь здесь вот делают более твердое состояние либо вольфрага а при синтезе там ситуация такова берется камера высокого давления сверхтвердого материала допустим кубическим вольфрамом карбит вольфрамом значит реакционная камера размером рабочим вот этот мелочек туда загружается графит туда добавляются катализаторы все это сжимается поднимается температура осуществляется синтез потом камера открывается не прорегировавший графит высыпается алмазики которые там образуются они потом отделяются я хочу вам сказать что например в советском союзе в год синтезировалось около 12-16 тонн искусственных алмазов это примерно камаз учитывая что у алмаза средняя плотность порядка 4 грамма сантиметров это немало то есть эту комнату можно засыпать ну вот такой толщиной причем некоторые из них были оптически прозрачны не уступали природным а иногда по частоте превосходили да пожалуйста я благодарю вас за очень интересный очень интересный который нам дали практические понятия всей Вселенной в связи с этим у меня вопрос рассказывает рассказывает про расширение вселенной темную материю и про то что некая субстанция имеющая отрицательное давление у меня у меня у меня вопрос вы сказали про максимальное давление насчет отрицательного давления вообще в аппаратах достигается отрицательного давления вообще максимального давления хорошее вопрос замечательное просто вас так звонит Женя вот смотрите давление оно обусловлено чем шаровой частью тензора напряжения вот если мы запишем напряжение в каждой точке твердого тела у нас будет тензор и вот шаровая часть то есть симметричная часть она как раз отвечает за давление так вот если эти компоненты отрицательные то давление положительное мы сжимаем основные а если они как раз положительные то давление отрицательное мы их растягиваем так вот смотрите какая интересная отлич takes когда мы растягиваем образец стандартный образец сделанное насчет остались и мы она надеемся для этой шейки реализуется некое состояние отрицательных давлений когда шаровая часть тензора напряжения отвечающие за гидростатичность они как раз положительные и вы можете создать эти отрицательные давления возьмем сплошную металлическую и начнем нагревать у нас внешняя часть начинает расширяться и растягивает еще не нагретые внутренние и вот как раз механические напряжения которые при этом возникают внешние слои прогрелись начинает расширяться и растягивает внутренние еще не прогревшиеся с неким таким вот усилием растяжения вот это и есть отрицательное давление оно конечно ограничено адгезией прочностью связи потому что вы знаете что вообще отрицательное давление это крайне интересное явление потому что например потенциал межатомного межмолекулярного взаимодействия вот так вот это положение равновесия здесь потенциальная энергия это если мы сжимаем резко нарастает отталкивание а здесь мы растягиваем и вот мы растянули до какого-то состояния адвизионные свойства кончились объект развалился разломался на кусочки и мы его можем растащить по всей вселенной но они будут теоретически взаимодействовать и вот у нас к сожалению положительные давления мы можем создать при очень высоких сжатиях уйдя вот сюда потому что составные части при этом сжимаются а отрицательное давление к сожалению ограничены прочностью объекта они где-то вот здесь кончились просто мы начинаем выставить объект вот раз разорвался и все хотя это очень интересная вещь отрицательное давление ну я думаю а вот что такое вот как раз то что ограничено прочностью а вопрос когда при сжатии у нас изменяется ионный радиус свойства ядра при этом как-то меняется нет вряд ли чтобы затронуть ядро мы можем как раз оказаться в центре Юпитера если мы сжимаем здесь то вот даже сферически сходящиеся ударные волны которые реализованы в Челябинской области в Снежинске это примерно 30 миллионов атмосфер это все равно будет ну сами понимаете вот как термоядерный синтез там же термоядерный синтез все равно он возникает в условиях сильного сжатия лазерными пучками когда световое давление очень высокое вот тогда ядро мы можем затронуть когда мы говорим о десятках сотнях электронов вольт энергии мы еще ядро не трогаем нужны гораздо более высокие коробки вот тоже про термоядерный синтез вот например таких когда мы пытаемся сделать управляемый термоядерный синтез или что-то такое мы не можем же создавать давление высокое механическое нам нужно использовать например давление света и там поля электрические магнитные как бы насколько это слабше все чем механические давления или наоборот может быть сильнее и как это реализуется технически ну как реализуется в такомаке там шнур создается в торе магнитное удержание лазмы лазма нагревается разогревается лазерными лучами я даже не представляю по большому счету как это в деталях делается это в общем-то отчасти закрытые вещи хотя сейчас они стали публиковаться с другой стороны мы же с вами ребята все мы работаем все ежедневные волны с электронами просе наши все молекулы наши все белки это все лондонское и вообще электроновое взаимодействие лондон вот мы в этом масштабе в этом предельных рамках вот мы созданы природу так и металлы и те же белки это все лондонское взаимодействие дает неотменное планы динамики этой динамики а механическое воздействие это опять то же самое вот мы сжимаем объект сжимаем инструмент сжимающий работает и работает пока у нас дефекты не появилось пока не пошла пластика пока не родилась трещина и вот эта трещина разрушения это как раз и есть тот разрыв тех самых наших связей к лондонским а почему термоядерный синтез лазером нагревают да потому что это наиболее так сказать реальная возможность сжать и нагреть сразу одновременно чтобы запустить ядерный синтез вот именно лазерное излечение так что вот так я могу вам философски почитать еще вопрос пожалуйста скажите пожалуйста о двух словах о том что принятое получение своих поведенностей железа принесет им любви да пожалуйста работа где-то в пятилетней и четырехлетней давности я не помню авторов нерфонских но там ситуация такая фазовая диаграмма железа вот это ГФУ фаза здесь порядка 112 ГФА она из ОЦК объемно-центрированное кубическое и далеко из главной границы центрированного с лотно-упакованного вот это граница вот здесь вот полная температура вот и эта фаза была получена сильным сжатием на бриллиантовых накалами это тонкий слой железа или диска тоненького сжатие было порядка двухсот килобарр тысяч атмосфер и охлаждение было сделано до вот этих вот самих самой паре бриллиантов до долей градусов Кельвина ну примерно 4 десятых и вот уже с этих вот параметрах воздействия 20 ГФА и 4 десятых Кельвина было зарегистрировано по магнитным характеристикам этого железа что это железо перешло в сверхпроводничье состояние то есть то есть с месниром все в порядке а? с эффектом месни да все в порядке да похоже да похоже да а какого рота получился сверхпроводник сверхпроводник не могу сказать просто не могу сказать вот скорее всего в этом смысле но статья об этом не говорится но дело в том что где-то лет 30 назад у нас заявлялось до до получения металлический водород но скорее всего в этих экспериментах это был Верещагин и Яковлев они на установке вот такой намораживали водород и измеряли электросопротивление от давления и вот у них резкое резкое падение было буквально на 6 порядков электросопротивления не сильно сжать и это была алмазная подложка и это алмазная ябла из карбоната проводящая но сообщество им не поверило потому что скорее всего происходило короткое замыкание и волки и подложки но правда потом на подобного рода методиках были сделаны большие работы в условиях исследования серы фосфора и потом они подтвердились на алмазных наковальнях беда в том что на алмазных наковальнях из чистого алмаза природного вот эти эксперименты не подтвердились это опять же говорит о том что тот же водород он обладает такими микронтомеханическими свойствами которые может быть сказываются от условий эксперимента от условий вещества сжатия трудно сказать что это так же относится в той же воде вода ведет все часто на уровне вместе с водой все так не гасло поскольку это одна из самых сложнейших жидкостей во Вселенной в воде тоже возможны проявления плантомеханических лед это вода в первом состоянии а потом и проводимость это элементарные частицы которые в воде в дешетке льда расплавлялись лед тоже обладает очень колоссальными свойствами тем более у льда под давлением обнаружено более 18 шансов то есть вот его колоссальную неустойчивость в этом смысле ну все пожалуй все все в плану конечно как бы сказать хочет глобальных уходов у меня уход локально какие у нас технические возможности у нас в смысле у нас в Екатеринбурге у нас в Екатеринбурге технические возможности такие камеры на алмазах в биллянках натуральных естественной природы камера небольшая помещается на ладошке потом обработка металлов высоким давлением это 1000 тонн и пресс что уносит из этих металлов потом значит еще живая установка для гидроэкструзии из нескольких штук одна осталась а не а алмаз сломать очень легко ну то есть вот ставить ставить и зажать и зажметь и тут все сломается и все много что можно сломать поэтому он может достичь того что алмазка плывет ну и другие методики типа поршен цилиндр гидростатические ну это максимум 20 тысяч атмосфер ну температура от лазерного нагрева в горной академии была такая вот установка не работает но лазерный нагрев не присутствует до 1500 градусов вот кратко время к сожалению за 20 лет у нас очень сильная натуральная база что-то пошатнулось ладно спасибо ребят за внимание а как обычно пятиминуты пошли